Хай, ребят, сегодня я отвечаю на вопрос об эссе задании 40 в ЕГЭ по английскому языку. Вопрос в следующем, что делайте, как выкручиваются случаи, если тема эссе попадается не самая простая. И еще бывает, просто не понимаешь тему сочинения, не понял перевод слова. Мне кажется, этот вопрос очень актуален для каждого ученика, потому что ты можешь готовиться сколько угодно, весь год можешь готовиться, три года можешь готовиться, учить-учить слова, и в итоге тебе попадется такой заголовок, который даже перевести не сможешь. Это очень неприятно. Возможно, госпожа Вербицкая и сможет за 30-40 минут накатать прекрасное зачинение на тему, например, такую. У нас просто недавно был пробник, и лучшие ученики на нашем курсе получили по 0 баллов, поэтому это очень-очень всех возмутило, и этот вопрос всплыл. Итак, зачитываю тему. Слово «скрутинь» очень многих смутило, но поскольку это был пробник, и время было ограничено, никто не пользовался словарями, и все написали так, как есть. Слово «скрутинь» значит «контроль». Контроль государственный над экспериментами по клонированию. Именно об этом следовало написать. Ребята же писали просто плюсы и минусы клонирования, их личное отношение к клонированию. Эксперты не засчитали это аргументами. Объясню, почему, ребят, почему важно перевести каждое слово в сочинение, и как этого достичь. Почему важно? Потому что общие фразы, типа «я люблю картошку, потому что она вкусная», «пюре, потому что она мягкая», это не является аргументами, и в итоге, несмотря на всю вашу работу и выученную схему ответа, вы можете получить 0 баллов за это задание. Важно продумать алгоритм действий, что делать, если вы попали в такую ситуацию, и не смогли перевести название эссе. Если говорить о несправедливости, ну, тут такой спорный момент, потому что очевидно, что ЕГЭ, сам экзамен, ограничен тем количеством топиков, которые вы проходите в течение 10 лет обучения в школе. Вы наверняка проходили тему новых технологий, верно? Это могут быть новые технологии в сфере развития техники, геномодифицированной продукции, чего угодно, медицины. И поймите, здесь у составителей экзамена руки развязаны. Они в рамках этих тем дают вам название эссе. Наверняка вы читали какой-нибудь текст по клонированию. Ну, наверняка, но не поверю, что не читали. Я даже помню, что это такое в школе. И поэтому здесь бесполезно тратить свое время на эти рассуждения, какие все плохие, как все ужасно. Давайте лучше подумаем о том, как нам выйти из этой ситуации. Первая наша задача – это получить максимум баллов за это задание. Их 14 баллов. Нам нужно вытарвать каждый из этих баллов. Поэтому на войне все средства хороши и можете ругать меня. Но я вам советую любыми путями узнать перевод каждого слова в названии эссе. И первое, что вы делаете на экзамене, после того, как вы заполнили бланк регистрации, разрывайте ким и быстрее переворачивайте на страницу, где находятся задания 39 и 40. Главное, нас интересует задание 40. Читайте сам заголовок названия эссе. Если вам понятно каждое слово в заголовке, то вы вдыхаете, фу, начинаете работать с аудированием. Если же есть вопросы, и вы не поняли, о чем нужно вам писать сочинение, то необходимо сразу же принимать меры. Можно я не буду рассказывать вам, как вы выходите в туалет на экзамене, как спрашиваете у ребят, либо смотрите в словарях перевод слов. Можно я не буду вам рассказывать об этом на ютубе, я думаю, каждый из вас смекалист в меру, а может быть даже и не в меру, и найдет способ узнать перевод того или иного слова. Первое, что нужно вам сделать, это занять очередь в туалет. Сразу же, потому что я знаю, что вы там по времени выходите, и дальше действовать по обстоятельствам. Я как человек ориентированный на максимум баллов, говорю вам так, как есть. Далее вы решаете те задания, которые вы знаете, то есть это тестовая часть, письмо. То есть делайте то, что вы 100% знаете, потому что ни в коем случае в данной ситуации, если вы не поняли заголовок, не стоит в первую очередь заниматься сочинением, потому что это отнимет очень много времени, и вам может не хватить времени на все остальное. Поэтому максимально мы делаем сначала то, что 100% знаем. А далее уже действуем по ситуации. Как только вы узнаете перевод слова, то нужно садиться и писать сочинение. Как только вы, естественно, закончите все остальные задания. Вот такой вам совет на экзамене. Ругайте меня, ругайте меня, я не права, я просто ужасный преподаватель, раз советую вам такое. Но в жизни так всегда. Экзамен – это лотерея. И никто не страхован от того, что вам попадется какая-то не очень понятная тема. Поэтому не ныть, собраться, не терять времени на раздумья, а быстро предпринимать какие-то действия. Решил – сделал, решил – сделал. Вот так-то. Такой вам совет может быть простой, может быть примитивный. Но я искренне желаю каждому из вас 100 баллов на ЭГЭ. Ставьте лайк, если эта тема оказалась полезной для вас. Если вы с таким сталкивались, тоже ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и добавляйтесь ко мне в соцсети. Всем хорошего дня и 100 баллов на ЭГЭ. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok